МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працует Марина Джалая. Смотрите в этом выпуске. Крыли юнацтовый талент у раскрылся сегодня над землей Будака Шальова. Тут прошел 16-й областный конкурс творчей молоди под белыми крылами. Каштонная порода драунины. Гомельский опытный лязг газ занялся выросшиванием сажанцев Бука. Зала чаканья с белорусским колоритом. Над стенами Рогачевского очагуночного вокзала працуют мастаки. Достойная змена. Юные воротовальники пожарные с 13-ти краин удельничают у международным взлетом. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Крыли юнацтва и таленту раскрылся сегодня над землей Будака Шальова. Тут прошел 16-й областный конкурс творчей молоди под белыми крылами. Подробязности в наступном сюжете. Фестиваль на Будака Шальовской земле отбылся в 16-й раз. На сцене изменяли 1-1 80 коллективов и удельников. Гэтакаля ставы канавцев в возрасте от 10 до 31 года. Причим приехали не только из разных кутков Гомельской области. На свято завитали талиновитые молодые музыканты из Минска, Витебска и Могилёва. Очень долго готовимся, очень стараемся. И, конечно, ребята, творческие коллективы молодежи, таким образом приезжают, уже знают о нашем уровне и стараются тоже совершенствовать свои какие-то творческие навыки. Кабы натхнить удельников на перемогу, перед початком конкурсу выступили молодые музыканты, слава яких давно пересягнула межи Беларуси. Середы – худельник детячего юрабачення Руслана Сланов. Четыре годы тому его выступление принесло крайне четвертое место. Здесь все детство, я по лужам прыгаю. Сочиняй, звезды и слотополе васильков. И загадай желание. Зрозумело, мы не пропустили махчимость погутарить с нашим знакомитым земляком. Здесь большинство моих друзей, очень близких знакомых. И поэтому здесь это вот как мое такое место. Ну, знаете, я бы называл это малой родиной, да, вот как год сейчас у нас такой. И это место, где очень чувствую себя свободно, очень даже выступать каждый год, очень приятно привозить друзей с собой. Пакули с правитальными словами и своими музычными номерами выступали гости. Побыч со сценой, ухваляванне, чекали своего выхода в иканауцы. Мария Кабаева – солистка узорного ансамбля танца «Миловица» с Будокошалевского района. Яна – дитя миру. Перед выступлением, зудячностью отрымливая словы подтрымки от сяброу родных и старшин неправления Гомельского областного отделения Беларусского фонду миру Тимофея Гушакова. Когда они здесь поют, станцуют, обшушаются, это какой-то определенный уклад, именно вот это великое дело, именно миротворчество. И поэтому мы всегда с удовольствием принимаем участие, пощаем их. И я считаю, что этот фестиваль заслуживает того, чтобы его проводить ежегодно и более масштабно. Лилияна Садовская выступает на фестивале «Под белыми крылами» у першиню. Да и у Вогули Гомельскую область наведывала у сего пару разов. Запрошение на удел приняла одразу. Вырошила ближай познайомиться с белорусскими юноками и девчатами, которые так само захопляются музыкой. Вельми добрая на двор, ей чудовный взросл и любимая музыка. Усе складники для счастливого дня. Одиннадцать лет я занимаюсь вокалом. Сказать честно, я не представляю своей жизни без музыки, потому что она занимает большую часть моей жизни, потому что я еще немного занимаюсь танцами. И получается, что музыка такая очень неотъемлемая часть, которую очень трудно вытеснить. У Вогули все летний фестиваль был особливым. Ен ладился у год малой родимы. И каждый удельник привез на свято музычное провитание со своих родных местин. Уборочная компания в регионе уступила в самую активную фазу. На палетке со сборжевыми культурами вышли комбайны «Амаль» во всех районах. На передни Великого старта уборочной умовы працы агрария проверили профсоюзы. Под контролем наибольшеважное питание. От справности машины и безопасности працы до режима харчевания. Под обязанностью у Вероники Ворошилиной. Как доведаться, на кольки отповедают умовы працевников уборочной усим необходим потребованиям, наша сдымочная группа разом с техничной инспекцией областного объединения профсоюза унакировывается с проверкой на территорию открытого акционерного товариства «Агрокомбинат Паудневы». Сегодня оно одно из наибуйных в Гомельском районе. Тут працует больше 700 человек. Для мониторингу обрано отделение «Пауночное», якое специализуется на вытворчасти сбожье молока. Зараз тут и денрых тока рапса ураджайность до 30 сантиметров с гектара. На передни механизаторы попрацевали и окажут на славу, убравши увесь махчим ураджай. Сегодня чекаюсь до спеванья черговой парты. А тому обед проходит не в звыклых полевых умовах, а в столовой. Двойчинный день механизаторы забеспечены горячим харчеванием. На момент нашего визита у обеденном рационе, например, суп, гречка с мясом, компот и свежая выпечка. У Центра уваги профсоюзных инспекторов без умов на пытание техники безопасности, проверка спецадений и обстрелеванных бытовых покоев, где можно привести себе у парадок после напруженного працонного дня. На вочальный класс по охове працы оснащен всем необходимым наглядным материалом от працонной и пожарной безопасности до оказания первой медицинской допомоги. Тут проходят и разные профилактические утраки с коллективом. На переде гаража пора сбору сбожья нового ураджая. А тому пытание безопасности на первом месяце. К уборке зерновых мы готовы полностью. Значит, наши работники 100% обеспечены спецодеждой. В два раза у нас горячее питание, обед и ужин. Непосредственно подключены источники горячего водоснабжения для того, чтобы работники могли помыться в вечернее время и в дневное. Но все у нас на должном уровне. В Гомельске и Мазырске районы – наибольшие показальные с пункта оценки техничной инспекции областного объединения профсоюзов. Сурвезных пытаний тут не возникало. В целом, зараз в регионе застались и одинковые господарки, у которых работники нецелком забеспечены спецвопроткой, сродками индивидуальной обороны, або належными бытовыми умовами. Как правило, эти пытания выращаются оперативно. Бо до початку массовой уборочной кампании повинны быть готовы усе. Перед пассивными работами тоже прошел месячник подготовки безопасных работ. И те рекомендации, которые были выданы, они практически легли на стол всем руководителям. А наши председатели райкомов профсоюза Агропрома практически побывали во всех хозяйствах области. Дали рекомендации технические инспекторы, выборочно не мешая, работам побывали тоже. И, в общем-то, они сегодня на 90% все нарушения устранены. Еще одна немаловажная задача технической инспекции областного объединения профсоюза – донести до работников уборочной, чтобы успеха прации залежать от добросумленного и отказного ставления. Перш за все – до себе самого. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Гомельского района. Угодовальнику Гомельского опытного «Лязгаз» распространил урошвец саджанцы Бука Европейского. Это первая спроба для всей Беларуси. Поколь рослины в теплице, в наступном году их высадить в открытый грунт. Под обязанностью в наступном сюжете. Здесь мы выращиваем сосну по финской технологии. Приживаемость 99,9%. Эффективные технологии, новые породы дре, уникальные для всей краины. Знайомиться с опытом Гомельского «Лязгаза» едут коллеги с «Замяжим». До прикладу тут угодовальнику разводить Бук Европейский. Это первая спроба для всей краины. Поколь рослины у теплицы, в наступном году они займут место в открытым грунте. Вопытный «Лязгаз» працует в тесной связи с Институтом лесу. У его годовальнику новуковцы высадживают кланованные древы. Затым ими пополняют лесные насаджения «Лязгаза», что год укороняют в практику до 10 раз працовок. С 1 мая этого года «Лязгаз» официально отримал статус «Вопытный» и эксперименты протягиваются. У нас идет строительство новой теплицы. Таких теплиц в республике, наверное, одна-две. С итальянским рампочным поливом. Посмотрим, как она себя зарекомендует. И мы готовы еще построить такие же самые теплицы. Кроме этого, у нас получено разрешение райисполкома на строительство еще трех теплиц в этом году. Это поле дорожчевания. Сюда посадочный материал переносит степлицы для температурной адаптации. У планах только сосны вырастить 3 миллионы сеянцев. С такими личбами тут забеспечивают посадочным материалом и себе и еще не калькеля с газов. От маленького саджанца до дорослого древа отлеглась у 80 годов. И уже зараз база добрая. Леса на рыхтовчай технице есть где разгуляться. Мы ежегодно обновляем автопарковую технику. Только за последние два года мы наполовину обновили автопарковую технику. Соответственно, это снижение затрат экономии и бережливости. Летость по объемах на рыхтовке лесу в регионе Гумельский опытный лязгаз был у лидера. За досягнение его некольки разов заносили на областную дошку гонору. Старанье коллектива оценили и на высшейшем у Беларуси узровне занясением уже на республиканскую дошку гонору. Для нас это первое. Мы попали по двум номинациям по социально-экономическому развитию и по экономии бережливости. Конечно, гордость за коллектив. Я считаю, что коллектив своим трудом заслужил. Это сегодня нам дает такой, знаете, импульс дополнительных сил, чтобы еще дальше лучше трудиться. Олеся Рудянкова, Ганна Ковалева, телерадио-компания «Гумель» припатрым ЦАТН. У Гумельской области одразу некольки буйных инвестиционных проектов находятся на финальной стадии реализации. Найбольший масштабный среди их – будовництво завода сульфатной бельёной целлюлозы у Светлогорску. Выход на проектную могутность не только рынки сбыты по всем свете и высокая доходность самого предприемства, а и добрые дивиденды для всего региона. Этап выхода на проектную могутность вытворчего гиганта створил вокруг себя немалый ажиотаж. Насельничество хвалюя периодично возникаючу специфичный пах. Александр Гавейка побывал на предприемстве и отримал эксклюзивные комментарии керавника района Дмитрия Оленикова. Глядите интервью в программе «Навины тыдни» в неделю у 16 годин на телеканале «Беларусь-4 Гумель». У 96-м микрорайоне Гумеля худка сгуляют новоселля, яше 100 семью. Тут на улице Алмазной будуется новый социальный дом. Его заведение стало мягким, дякуючи выкрыстанию техники экономической допомоги Китая. Кватеры будут призначены основным для сирот. Подчас реализации первого этапа техники экономической допомоги Китая на Гомельщине побудовали 6 домов. Это 413 кватер. Сейчас приступили до реализации другого этапа. За два года заведут столько шмот поверховок. Жилье отримают жихары Гумеля, Житковича, Кармы, Добруша и Реческого района. Потом приступят до третьего этапа. И у регионе побудуют еще 5 социальных домов. Готова проектно-сметная документация к началу строительства третьего этапа. Но это где-то будет, как решить китайская сторона. Это когда закончится второй этап. К концу года мы планируем только этот дом, который мы сейчас будем открывать. Он будет заканчиваться строительством в 2019 году. И потом начнется строительство третьего этапа. Чугуночный вокзал Рогачева набывая новая обличча. Стены залу чеканью пригожили 9 барельефов. Теперь гости города, которые подорожничают тягником, будут сустракать выявы белорусской речаисности. А в том, как створалась пригожость, в нашем наступном материале. Будинок вокзала – это вороты в город, празиакие, что день проходит великая колькость гостей и мясцовых жахаров. В советский час Рогачевский вокзал славился мастацким внутренним розписом. Однако после вымышенного ремонта в доме застались пустые шары и стены. Мясцовые жахары неодноразово звертались до уладов с пропановой уприхожить вокзал. Идею подтримало керонистство Гомельского отделения белорусской чугунки. И гостям, и жителям города не хватало того, что было раньше. Поэтому было все-таки принято решение добавить в интерьер вокзала картины. Неординарность в том, что в городе Рогачеве таких картин ни на зданиях, ни в помещениях нет. И поэтому, конечно, люди даже делают фотографии. Прикладно, в середине мая залы чеканья чугуночного вокзала Рогачева переотворились у майстерни скульпторов. Перед девочинами стояла задача створить девять барельефов. Четыре из них по мотивах белорусской речаисности выконала столичный майстер Катярина Бабкова. Ее композиции у малошно-бежевых тонах ураживают докладностью в образу. Бусил, васильки, сядибы на пригорку, в озеро с одинокой лодкой, рушник с караваем. Скульптор с Барановичу Анастасия Кергет до працы приступила в середине червеня. Ее ей отвели для творчости пять арок у іншей зале чеканья Рогачевского вокзала. Изначально я изготавливала эскизы дома сама, когда их придумала. Я их изготавливаю на графическом планшете и затем переношу их на стену. Когда я их уже нарисую на стене, соответственно, потом вылепливаю. Затем вырезаю, затем раскрашиваю. Здесь высокий уровень вибрации. Это общественное место, и учитывая то, что здесь много людей, ходят дети, разные люди бывают, я это специально изготавливаю так, чтобы потом можно было и потрогать, и повредить это практически невозможно. У двух залах будет вытримана одна коляровая гамма. Трибцих чагунка с паровозом на самом речь мела іншую выяву на эскизах. У середней картине повинен был быть годинник с показальниками на прамках у техников, які курсируют про станцию Рогачев. Однако, когда из двух боков от центральной арки скульптор намалювала чагунку, местовые жихары начали подходить с вопросом, что будет у техник у центра. Идею трибциха пришлось окреху скорректировать. Просьбу глядачого Анастасия Кергетт выполнила. На самом деле, я по образованию юрист. Я окончила Барановский государственный университет 5 лет, затем поступила в Академию управления президентом магистратуру, 2 года училась там, работала по специальности 2 года. Затем решила заняться барельефами. Все очень спонтанно получилось. Мне просто попросили нарисовать и сделать барельеф, зная мои художественные способности. Уже без изменений у нас у противоположностей не от трибциха заявились два гербы – Гомельская в области и Рогачева. На наступный день мастер завершить композиции и представить их во всей красе на суд мясцовых жихаров и гостей города. Вороты Рогачева снова начнут набирать славу и прославлять райцентр. Евгения Кухаронак, Игорь Марисченко, телерадио компания «Гомель» из Рогачева. Лето для молодей – не только бесклопотная пора для отпадшинку. Это еще и выдатная махчимость зарабить гроши, отримать приемные эмоции и завести цикавые знакомства. Напереды дневыязный студентский отряд БРСМ отправился на працы у ТОАПСы. В его широках 27 студентов Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. Молодь будет заденедшена у сервисной працы. Полтора месяца хлопцы и девчаты будут смешать приемное с корыстным. Працовать у одним из лепших детяших центров Российской Федерации «Орленок» и отпадшивать на морском березе. Я считаю, что работа в этом лагере будет просто замечательной, так как мы сможем и отдохнуть, и поработать. Мы проведем прекрасное время, мы познакомимся с новыми людьми, и какими-то будут новые впечатления, эмоции. Я думаю, для лета это просто прекрасная возможность. На працу у российских детячих центров «Орленок» гомельские студенты отправились в рамках что-то годовой республиканской акции БРСМ. Подобные отрады зараз уже працуют у ТОАПСы и Сочи. Далее тропляют у их лек лепшие из лепших. Молодые люди, которые демонстрируют успехи в учебе и активно удельничают у социальной, громадской и творшей деятельности. Для студента у Гомельщины подобный опыт – выдатная макшимость подзарабить, отрымать новые навыки и умения, пополнить свой кругогляд, завести себя броу и привести назад выключно станучие эмоции. У Гомельским районе проходится международный взлет юных воротовальников пожарных. Он проходит на базе специализованного лица при Университете грамадянской обороны МНС Республики Беларусь. Церемония открытия наведала Ганна Каральчук. Представники 13-ти краин, а это больше, как 140 удельников, приехали в Гомельский район, как провести тут 8 насыщенных и текавых ден. В составе каждой команды 10 человек. Это активные хлопцы и девчаты в возрасте от 11 до 17-ти годов, а так само дорослые лидеры руху юных воротовальников. Некоторые удельники приезжают на взлет что год, как встретиться со своими старыми сябрами и познакомиться с новыми. Мы познакомились с Казахстаном, Белорусом, Грузией, почти все. Экскурзии были очень хороши, были на много местах. Были очень хороши, мне очень нравится. И я рад, что еще раз я могу здесь. Познакомились со всеми странами, которые участвовали в прошлом году. Было весело. Соревновались мы, потом дружили, играли вместе. На каждый день взлету подрахтованы особный план, у яким розные выпробования и конкурсы по основах доспеки житиядейности и оказания першей допомоги, пожарная эстафета и туристичная полоса. Алия Международный взлет не просто с поборницей детячих дружин. Это еще и интересный форум. Подчас открытия на территории лицея разгорнулся шмат пляцовок, присвеченных ходу малой родимы, на каких гостей знакомились с белорусской историей и культурой. Более 20 лет мы работаем с нашими ребятами белорусскими. И, конечно, по предложению наших же детей мы эту ситуацию несколько расширили. Видите, предложили и вот 16 раз проводим международный взлет. Конечно же, это и омен мнением. Прежде всего, это хороший отдых для ребят. Это новое общение, новые друзья. И, конечно, сегодня очень важны эти международные связи, как наша страна развивает со всеми сотрудничает, как отдельное ведомство. И, конечно, здорово, что и дети имеют такую возможность. А кроме с поборниц, у дельников чакает яскравая культурная программа. Познавальные экскурсии, конкурсы и выступления, подчас яких яны доведаются об традициях и культурных особенностях краин-удельниц. У первый день взлету каждая команда презентовала себя на сцене национальным танцем. Она взамен отрымала от прямой чого-боку Беларуси, символ оберег, домовика. Болгария, что войныцы, Италия, привет! Друзины привезли нам с Камхаза солнца свет. И это груз без света уже почти 16 лет. Ганна Крыльчук, Валерия Гапанько, телерадо-компания «Гомель». Сегодня завершилась первая змена военно-патриотичного лагера «Курсанты». 25 подлетков из разных районов Гомельской области на протягу 9 дней жили эксаправдные курсанты военно-транспортного факультета Белдута. Кроме того, их чекала насыщенная программа, например, с встречи с кинологами. Гомельский областный клуб спортивного и декоративного собаководства провел для хлопцев специальные занятки на стадионе «Прамень». Им показали обстальевание, необходимое для дрессировки, и расслумачились, с чего начинается праца с собаком. А кроме того, подлетки доведались, как одрознивается под рыхток о штурмовых и вышуковых собак, и увидели показальные выступления кинологов. Программа, находящаяся в лагере, включала шмат других познавальных, спортивных и культурных мероприемств. Поспробовали себе удельники и в громадской корыстной справе. Працевали на сельгазпредприемствах. Прямо все я не расскажу, потому что очень многое было. Но больше всего запомнилось, как мы ездили в боулинг. Нас там тоже хорошо встретили. Выделили нам, вроде бы, пять дорожек. Играли где-то часа два. Потом мы спустились в караоке. Там нас тоже хорошо и встретили, и покормили тоже. Ну что, разрешили там спеть песни. У нас почти весь наш лагерь пел. Нам очень понравилось. И воспитателя тоже с нами пели. Вот, кстати, воспитателя тоже очень, ну, так скажем, добрые. Они всегда отзываются, помогают, где-то что-то подсказывают. Побывали за городом города Гомеля в МЧС. Также они поучились тушить пожар. И побывали в реконструированных условиях пожара, где видимость была почти полностью нулевая. И им приходилось не терять самообладание. На построении мы всегда спрашиваем, как прошел сегодняшний день. Всем ребятам очень нравится. Все, на самом деле, все очень здорово. Очень интересно и познавательно. Военно-патриотичный лагерь курсанты снует уже 7 годов. И каждое лето он сбирает подлетку из всей области, которые находятся на профилактическом улику. Другая змена лагеря распорщается в наступной понеделок. Протягиваем выпуск. С 16 по 18 липеня у Гомеля пройдет комплексная проверка процесс дольности автоматизованной системы централизованного повершения грамадянской обороны. Тестирование электросирензы плановано на 19 липеня. С 9 ранец и до 5 годин вечера. Комплексная проверка системы проводится для оценки и реального стану. Просьба до насильства заховывать спокой и уважливо прослуховывать поведомлений диспетчера. Гэты и иншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tevergomil.by На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова